Я попрошу подойти к микрофону Ефимова Виктора Алексеевича. Добрый день, уважаемые жители Московского района, все участники нашей встречи. Позвольте мне прежде всего представиться. У меня семья, трое детей, жена одна единственная. И так сложилась судьба, что все мои зрелые годы прошли на территории Московского и Пушкинского районов. Я жил здесь на Благодатной улице, сейчас живу в Пушкине. И работал в основном в Московском районе. И последние 10 лет работал ректором аграрного университета, вы знаете, это такое базовое предприятие города Пушкина. А в Московском районе работал генеральным директором Петербургской макаронной фабрики. Рядышком здесь, вы знаете, она расположена. Был председателем совета директоров Петербургского мельничного комбината, это туда ближе к аэропорту. Руководил проектом реорганизации нынешнего хлебного дома, тогда он назывался хлебозавод Московского района. Он стал одним из лучших предприятий сегодня Европы даже. Ну и хочу сказать, что вот мне, конечно, Московский, Пушкинский район, ну просто родные, накоплен такой очень приличный опыт работы на местах, умения решать конкретные вопросы. Потому что я работал, ну, четыре года первым секретарем Ленинского райкома партии. Это соседний с вами, ваших всех знал хорошо. Потом работал секретарем Ленинградского горкома партии. Значит, после встреч с Горбачевым взял самоотвод и ушел с партийной работы. Вот, и потом занялся, так сказать, аналитикой, пытался разобраться, как же устроен мир, что наша самая богатая страна и с умнейшим народом все время влачит такое существование непростое. Создали мы аналитическую группу физики, математики. Я по первому образованию физик, потом уже экономист, доктор экономических наук. Вот, и имею политическое образование. Поэтому вот так попытался разобраться пошире во всем. И сегодня чувствую, что помимо конкретных вопросов, я еще кое-что понимаю в общегосударственных проблемах и на уровне Госдумы мог бы принести серьезную пользу. Потому что главное, что сегодня нужно решать, на мой взгляд, это повысить благосостояние простого рабочего человека. Вот этого в нашей политике явно не достает. То есть мы научились выращивать миллиардеров, научились там, так сказать, формировать зарплаты гораздо выше, чем где бы то ни было в Европе. Но вот что касается простого рабочего человека, кто живет своим трудом, у нас не очень получается. И я знаю, что нужно сделать. Нужно изменить кредитно-финансовую систему страны. Она работает сегодня так, что зарабатывают либо те, кто в банках работают, либо брокеры, посредники. Но не те, кто сажает картошку, не те, кто варит сталь, не те, кто своим трудом живут. Изменить это можно. И у нас вот только что в этом квартале вышла серьезная монография, посвященная новой экономике, где первая глава разоблачает вот этот миф, что у нас, значит, рынок все разрулит. Это не так государством нужно управлять. И, на мой взгляд, в рамках «Единой России» я иногда выступаю так достаточно остро, но только для того, чтобы продвигать партию «Единая Россия», потому что она внутри себя должна иметь, в общем-то, разные точки зрения. И если угодно, коль она правящая партия, то отбирать голоса как бы у оппонентов. А для этого нужно, в общем-то, прорабатывать и принципиально новые вопросы. Я вот сказал там о работе в московском районе, но у меня вот, пожалуй, сегодня нет сферы деятельности, где бы я ни работал. Я работал и председателем управления банка, в финансовой сфере работал. Поэтому вот взгляд на происходящее имею достаточно широкий. Самое главное, вот я сказал, что самый главный рабочий человек, это в моей программе она с этого начинается. Потом говорю, что необходимо изменить экономическую и финансовую систему страны. А следующая проблема, проблема номер один, это наши дети и наши пенсионеры. Любое государство ровно настолько живо, насколько оно понимает проблему детей и понимает проблему ветеранов. Вот это самый главный вопрос. А по работе с детьми у меня такой, ну не скрою, достаточно серьезный опыт, которым пользуются все регионы нашей страны и зарубежья. Ко мне приезжают из всех стран мира вот за консультациями. Ну вот, к примеру, 30-го я вылетаю в Траганрог, значит, и там три города на юге. Это встреча с молодежью. Просто они вот уже месяца 4 добивались этой встречи. Просто говорю о здоровом образе жизни. У нас в университете костяк ребят, которые в течение жизни не сделают ни глотка алкоголя, ни глотка табака. Я никому ничего не запрещаю. Просто рассказываю, как устроен мир. И они сами понимают, а зачем травить себя еще за свои же деньги. Я им говорю, ребята, ну я понимаю, там вы себя отравили и вам за это заплатили. Но когда вы себя травите и вы же платите, вот как-то это срабатывает. Поэтому очень такой серьезный опыт, ну просто нормального становления молодежной среды. Это и в семье моей, и со всеми, кто меня окружает. Вот, пожалуй, все, что я вам хотел сказать во вступлении. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как партия проявляет у вас в университете себя? И второй, какой у вас партийный стаж? Когда вы вступили в партию? В партию я вступил в 2006 году, то есть 10 лет стаж. И что касается университета, то у нас университет делает, ну вы знаете, что государственные учреждения, они, так сказать, ну не ведут такую партийную работу внутри, но мы проводим просто в жизнь основные идеи, которые, в общем-то, если угодно, на знаменах партии «Единая Россия». То есть это прежде всего благополучие поколения молодого, да. И вот столько у нас инициатив молодежных, только что прошел недавно такая встреча крупная, называется «Голос молодежи». Приезжали студенты аграрных вузов из всех регионов России, и наш университет здесь выступает за коперщиком. Мы, когда приходим, наша команда, допустим, на городские мероприятия, то на нас прямо пальцем показывают. А, это аграрный, который не пьют, не курят. Ну, в общем-то, на входе у нас в университет, вот если вы посмотрите на крыльце, у меня с момента, когда я пришел на работу, появилась табличка такая. Потому что, когда я пришел, курение было нормой не только на крыльце университета, когда вывеска висит, а ее не видно из-за клубов дыма. И точно так же в холле первого этажа. Так вот, когда я пришел, первая табличка, которая появилась на входе, значит, курение перед фасадом университета рассматривается как прямая реклама табака, нарушители подлежат безусловному исключению из университета. Все смеялись, да это ерунда, это никогда не сработает. Вот если вы сегодня увидите на фоне университета хотя бы одного курящего, то я вынужден буду приехать и извиняться перед вами. Поэтому, на мой взгляд, вот с молодежью нужны прежде всего такие простые вещи. То есть им не надо какие-то заумные слова, но как только они вот это понимают, как только они прекращают алкоголь, табак, пиво, у них появляется время и другие интересы. Они сами себя перевоспитывают, они сами создают разного рода инициативы общественные. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Представьтесь, если можно. Иван Олександр Васильевич, директор издательства политехнического университета, так же как бы доктор наук и так далее. Петр Васильевич, вот Вы обозначили три основных аспекта. Это благосостояние рабочего человека, кредитно-финансовая система и помощь, так сказать, молодежи. Дети ветеранов. Предположим, Вы стали депутатом Государственной Думы. С помощью каких законодотворческих инициатив, назовите их, пожалуйста, Вы собираетесь решать первые две цели этого повышения благосостояния рабочего человека, изменения кредитно-финансовой системы? Коротко, можно сказать, какие конкретные должны быть законы, о чем? Значит, у нас, в принципе, проблема нашей страны центральная, это одна. Концепция денег. Мы неправильно понимаем вообще миссию, что такое деньги. Деньги – это информация, либо на бумаге, либо в компьютере. Это просто информация. Мы должны понять и провести это через законодательство нашей страны, что в стране суверенной, а я хочу подчеркнуть, что вот человек, который создал, по сути, у истоков стоял «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин, он сказал о нашей стране так. Так, Россия – это такая страна, что либо она будет независимой и суверенной, либо, по всей вероятности, ее не будет вообще. Так суверенитет – это, ну, суверенно, даже деньги так назывались, это прежде всего наличие собственных денег. У нас нет своих денег. Сегодня наши деньги – это доллар, потому что мы печатаем рубли только при… Ну, в начале доллар, если доллар есть, тогда мы печатаем квитанцию на право получать наших денег. То есть нужна новая концепция денег на законодательном уровне, потому что, посмотрите, что получается, у нас много есть идей, задумок, программ – нет денег. Так вот я хочу сказать, что в суверенной государственности, в принципе, не может не хватать денег. Может не хватать рабочих рук, сырья, электроэнергии, земли, но не может не хватать денег. Не хватает денег – нажмите кнопку, если у вас вся технологическая цепочка есть. Нам нужны законы, которые выравнивали бы благосостояние сверхбогатых и сверхбедных, потому что погибают и те от жира бесится, и эти от бедности. А что для этого нужно? Нужно изменить налоговое законодательство. Сейчас, только что, три дня назад, мне подарили книжку, называется «Налоги против развития». Нужно полностью изменить законодательство, ввести дотации, ввести субсидии. Налоги должны быть не на производителя, не на добавленную стоимость. Налоги должны быть на потребление. То есть, если вы покупаете «Мерседес», вот будьте любезны заплатить очень приличный налог, потому что вам нужны заправки, дороги и прочее. А если я покупаю велосипед, то мне это ничего не нужно, с меня не надо эти деньги брать. Вот налог должен быть на потребление, а не на тех, кто трудится, кто что-то создает. И не должна быть равномерная шкала налоговая. Дотации нужно ввести законом, что дотация производству – это не с барского плеча помощь. Это когда государство признает, что оно не умеет управлять, и где густо, где пусто, и датирует там, где производится нужная продукция, но она нерентабельна. А субсидии бедным нужно платить, как в Соединенных Штатах, давать продовольственные талоны. И это не помощь, а это опять извиниться, что вы работаете, но вам не прокормить детей. Я, значит, плохо управляю, возьмите у меня эти продовольственные талоны, чтобы накормить ваших детей. Вот, то есть, есть конкретные, у нас все прописано. Монография только что вышла, вот я могу ее показать, она здесь у меня с собой. Но, конечно, в две минуты я не могу объяснить все, но хочу вас заверить, что... Потому что 25 лет работали, и наработки у нас серьезные. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, Игорь Алексеевич, присаживайтесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ